Привет, зритель! Почему я в таком плетите? Потому что у меня голова грязная, там хвостик, мне её... Сегодня тупо было лень мыть, во-первых. Во-вторых, я хотела проверить, долго ли хватит этого шампуня, если его один раз в два дня помыть голову. Я завязала хвостик, а потом забыла про этот хвостик. Короче, надо всё-таки раз сумки мыть. Ну и как бы чтоб не травмировать некоторых. Да и вообще мне так прикольно сейчас, я решила в таком плетите записать. У меня обзор сейчас будет совершенно хозяйственной хренатени, но там ещё одна бутылка минералки. Я что-то такая баба-бабская, как говорит моя подруга, одна Маша, решила засадить огурцы. Вообще, спинка родственников. У меня даже есть более-менее контейнер, но я думаю, что может быть, если тот не подойдёт, придётся искать. Короче, я купила. Так-то можно было фикс доехать, но что-то мне сказали, что и в магните есть. Я думала, там немножко другие. В итоге дошла я только до магнита. Вот такие, похоже, фиксы брала как-то. Это у нас 12 таблеток. Набор для рассады. Кассета с торфяными таблетками. И вот у меня там уже к вечеру будет, к концу, точнее, этого дня у меня будет 2 суток, как в мокрой тряпочке под блюдечком, в плёночке, точнее, на блюдечке под плёночкой лежат семена огурцов. Одни огурцы сроком вышли 2016 года, чисто экспериментом зайдут или нет, потому что я так думаю, что все семена у растений могут жить в 5 лет. Ставят им ограниченный срок, чисто чтобы люди покупали другие. А другие семена закончились сроком действия в декабре, в конце декабря сего года. В смысле уже прошлого года. Вот посмотрю. Дадут ростки или не дадут? Не дадут, потом куплю просто огурцов. Огурцы на балконе. Эксперимент, блин. В общем, вот такая вот кассета. В фиксе я помню лет уже 5, что ли, на веб покупала. Она стоила 45, 50 или 55, уж не помню. Тут она у нас, стоит. Где она тут у нас вообще? Хреновина. Слушайте, а тут она стоит 55, 90. А я посмотрела на ценнике, там было что-то 89. Я подумала, что вот эта хрень 89 и стоила. А оказывается, она 55, 90. То бишь, в принципе, примерно так же, как в фиксе. Я-то думала, реально дороже. Так что и хрен с ним, что я купила в магните, знала бы, что она по 55 купила бы 2. Хотя куда мне вторая, потому что не факт, что у меня и этой-то не будет лишнее. В общем, вот. У меня на окне там луковицы проросли когда-то. Чисто проросли луковицы. Второй день забываю в суп положить зелёного лучка. И я их положила в одну такую фигню для выпечки в печке. Ну, она уже такая юсаная была. Налила туда водички, ещё одну луковицу сунула. И, в общем, они без корней в воде, без земли. Растут этим зелёным луком. Так, торфяные горшочки оказались 31.90. 10 штук. Сейчас я их достану. Я глянула, они тоже какие-то. Ой, чайник у меня убегает. Придётся таки монтировать с музычкой вначале. Короче, горшки тоже что-то я смотрела. Но там разные горшки были. Хрен знает, какие горшки почём. Я тоже что-то смотрю, не какие-то около сотни. Думаю, ну ладно, хрен с ним. Я ж никогда не покупала, буду знать. А они, окажется, вот эти торфяные горшочки. 80 на 80. 10 штук. Шелковая, шелковая, хз. Короче, может, они как-то так пахнут ещё. 301 рубль 90 копеек. В общем, вот такие горшочки. Там написано, что огурцы в них тоже можно ссувать. В общем, я сначала их увидела, а потом вот эти кассетки. И купила и то, и другое. Думаю, хрен с ним, может, что-нибудь ещё посадить тоже. Или цветок какой удобрить, чтобы он в этом горшке рос. И написано, что в этих горшках прямо в землю можно ссувать. Я-то в этом лох. Конечно, я видела, как мама, в основном бабушка, или мои родственники разные, и друзья возраста моей мамы или других моих родственников сажают на окнах весной рассаду. Но сама я ей как-то вот дальше, один раз только вот в такие хреновины я сажала, короче, бархатцы. Они потом зашли, я их пересадила в такую фиговину, которая у меня уже не одна в прошлой квартире была. Я даже не знаю, у кого она сейчас. И они нормально. А потом я ещё в такие же фиговины сажала в другие уже кассетки. Другой год укроп всякий разный. И вот где он взошёл, а где не взошёл. Но я подозреваю, что мне такой укроп просто подсунули. Ну, такие вот. Знаешь, у меня тут лишний укроп, он такой дохрена полезный, офигенный. Тут четыре сорта, на возьми. Я думаю, он уже изжил свои даже пять лет. На тот момент, вообще ничего не взошло. Ну и, в общем, вот горшочки ещё. Я себе ещё купила фиговину в туалет, потому что у меня, по-моему, она вся смылась. Мастер-блеск, диаблоки для унитаза с лесным ароматом. Свежий аромат, роман, гигиена, пена, антиналёт. Вот такое вот. Я уже не знаю, какой третий или четвёртый раз покупания. Наверное, четвёртый уже, потому что я за три или типа того покупала. Почему оно у нас тут? Так, где ты? Киша, ты чё там, хочешь мясо скоммуниздить, которое не совсем даже мясо? Так, мастер-блеск, 45,90. Хотя на ценнике был дешевле. Слушайте, знала бы, что он 45,90, купила бы по скидке другую хренотеть. Вообще, нафига так на... Последний раз я его брала вообще по 30 рублей, хотя он даже без скидки был. Так, пойду-ка я кота проведаю. Тут варится у меня там ливер бараний. А этот гад прям в кастрюлю залез. Вот ему даже не это... Не, кастрюля на месте, ливер тоже, но оно же горячее. Короче, я так офигела на этот самый, на мастер-блеск. В чём прикол вообще? Ну, буду знать. И внимательно смотреть на ценник, или вообще буду покупать какие-нибудь другие. Потому что, ну, не настолько много от них пены. Я как-то покупала какую-то тоже мастер-блеск фиговину. Ну, там не шарики были, а какая-то овальная хренотеть. И пены было больше. И ещё я купила... Аллея источников. Там два разных дизайна было. В чём прикол, не поняла. Курорт у вас дома. Кипитин, туки номер 17. У меня тут этот... Весеннее обострение, желчь бунтует, ещё чё-то бунтует. Короче, всё вот это, система пищеварения плюс-минус говорит, весна, блин. Короче, у психов крыша едет. Идиоты обостряются, а у меня жалочный бунтует. 29,90 он стоил, типа, как бы, по скидке. Вот такие дела. 163 рубля 60 копеек это всё. Ты где там орёшь? Я вроде дверь закрыла, чтобы ты на кухню не удрал. Иногда я понимаю, что дверь на кухне была бы нужной, но, с другой стороны, зная этого кота, пусть лучше без двери. Так, а ещё я зашла, короче, в местный такой магазинчик. Мне сказали, что там есть земля, но земли там не было. Я купила три крючка, ещё подбылась на уговоры. И, видимо, не знаю, не разглядела. Я думала, она складала на липучке. Я думала, липучка именно как липучка. Когда уже домой шла, поняла, что меня... Я лоханулась, короче говоря. Развели как лоха. Вот это стоит 43 рубля. И она вот на такой штуке, я понимаю, что она уже даже не присосётся, потому что она уже на ощупь такое уж не присосётся. Прямо если чудово это присосётся. Банный крючок из чины. А это у нас 50 рублей. Мне тупо надо ещё один такой крючочек. Ну, тут как бы про запас. Мне ещё сказали, они поштучно, отдельные, та-та-та-та. Вообще день и ночь. В общем, меня разбери сегодня. Ну, да ладно. Тот, кто разводит других, разводится сам. Короче, крючки клейкая снова. Тут у нас заяц нарисован, весёлый Роджер. Видимо, зайца так звать. У меня, по-моему, были уже какие-то крючки с весёлым Роджером. А, да, мне их дарил человек один. Бывшая соседка по работе бывшей. Очень бывшая из работе. Магазин там ещё жив. Наш уже никак. Короче, вот тут три штуки. Они выглядят как... Можно повесить фен 500 грамм, можно комплект одежды полтрекеры. Но у меня на самом деле надо на кухню это. И там ни фен, ни вот эта штука. Три штуки. Крючки самоклеющиеся. 404-106. Весёлый Роджер. Вот. Вот я их увидела. Вот прям... Я даже не ожидала, что их можно... Ну, не именно их, а вообще крючки можно где-то там увидеть. В общем, вот у меня теперь ещё крючки есть. И вот чисто тестово в ванну присобачу на эту фигню. Ботли, она держаться. Тише, ты хочешь... Ты чё творишь, ваща? Ты хочешь дверь открыть, она с другой стороны открывается. В смысле с этой? Ну, там она не откроется. В общем, вот такие крючки. Там ещё крючок. Там ещё такая розовая была ягодка. У меня голубая. Голубая клубничка. С каким-то типа стразиком. Так-то ничего. И вот я не знаю, будет ли она жить долго и счастливо. Или сделать вредности. Есть такие люди, которые дарят вам какой-нибудь подарок. Знаешь, он совершенно ненужный. И не пригодится. Я, правда, ни разу так не делала. Вот, если у меня такое случится. Иногда люди напрашиваются в гости на какой-нибудь праздник. Ну, или там, типа, 8 марта, которая уже прошла давно, как, 100 лет. И говорят, типа, вот я там тебе что-то купила. Ты должна мне тоже что-то подарить. И ты всегда так офигеваешь. Или, как говорит одна моя подруга, Лёля, купи вот эту хрень, подари врагу. Ну, не то, чтобы у меня... Враги-то, наверное, есть, но я не знаю, где они это. Но, враг, хочешь, я тебе подарю вот эту хрень? 43 рубля цена. В общем, всем спасибо за просмотр. Жду негодующих воплей по поводу моего прикида от тех, которые любят негодовать. Судя по тому, что было днём, я там опрос глядела. Там 60, что ли, процентов за ту заставку, которая была недавно. Я там только название поменяю. Кто на пианино уселся на клаву и чешется всем своим весом? В общем, я думаю, пока её оставить, потому что... Я как бы думала какую-нибудь тему написать, там из черновиков достать, но это надо как минимум 2 суток выделять. А у меня как-то не получается пока с этим. У меня и другие-то дела не совсем получаются, потому что на этой неделе у меня сначала бытовуха была, а потом проблемная бытовуха, а потом двигание мебели. Всем спасибо. Всем пока.